На торжественной линейке подарочные наборы были переданы сотрудникам Центра социального обслуживания. У всех гимназистов есть любимые бабушки и дедушки. Как говорят сами школьники, они нуждаются в особой заботе и внимании. 350 учеников и 80 сотрудников школы. Все они приняли участие в ежегодной акции, посвященной Дню пожилого человека. Каждый день пожилого человека, я всегда все-таки думаю о них, всегда дарю этот день именно им. Потому что действительно важно заботиться о пожилом человеке, действительно важно уважать их. Потому что все мы когда-нибудь будем такими же. И нам было бы безумно приятно также наблюдать наше поколение, которое будет уважать, именно помогать даже больше. Потому что уважать – это такое слово, о котором все знают, но о котором никто не пользуется. А правильно именно действовать. Действием поздравления подкрепили все гимназисты. Вместе с родителями и учителями они собрали 55 подарочных наборов. В них входят одежда, продукты питания, предметы первой необходимости, а также приятные сюрпризы. Это не только продуктовые наборы, но это прежде всего частичка сердца каждого ребенка. Потому что дети своими руками изготавливают открытки. Открытки каждый год мы делаем разные. Они креативные и они адресные. Настолько трогательно, когда после того, как люди получают эти подарки, звонят нам на телефон и со слезами на глазах благодарят. И говорят, что особенно рады они были именно этим открыткам. Потому что там чувствовалось тепло и забота о них, чего им так часто не хватает. Сейчас эти наборы поедут в участковые больницы станицы Гастагаевской, села Юровки и поселка Виноградного. Там на социальных койках в данный момент в такой день находятся граждане пожилого возраста, инвалиды. Это далеко не все сюрпризы, подготовленные школьниками. Гимназисты готовят театрализованную пьесу, которую представят своим бабушкам и дедушкам на празднике. В течение 10 дней Центр социального обслуживания населения совместно с Управлением здравоохранения и культуры проведут заседание клуба «Вдохновение», организуют компьютерные турниры и лично поздравят всех пожилых людей города-курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.